Откуда берутся новогодние игрушки? В маленькой стеклодувной мастерской нам показали классический способ изготовления елочных шариков. 1350 градусов по Цельсию, температура так называемой кукушки, специальной печи, в которой заготовку разогревают, чтобы мастер смог выдуть из крохотного пузырька полноценный новогодний шар. Стеклодув Егор объясняет, почему кукушка. Передняя стенка печи состоит из двух створок, которые распахиваются, чтобы не задеть края больших изделий. Самое главное – почувствовать момент, когда стекло уже достаточно пластичное, но еще не потекло вниз. У меня были шарики, и они где-то 30-40 грамм весили, совершенно тонкие. Но это я специально на заказ делал, тоненькие шарики. Их несколько сложнее делать, чем такие, потому что тонкое стекло быстро остывает, нужно очень-очень быстро сделать все операции. То есть концентрироваться, чтобы были выключены все телефоны, никто не отвлекал, тогда можно быстро-быстро выдавать. Процесс проходит в несколько этапов. Сначала мастер набирает на конец трубки немного жидкого стекла, затем выдувает из него баночку – маленький пузырь. Чтобы он стал радостным и новогодним, его облепляют разноцветной стеклянной крошкой. Она плавится и превращается в яркие пятна. Или посыпают содой. Тогда получается красивый белый узор из пузырьков. Затем заготовку еще несколько раз нагревают, надувают и формуют. Вот так и создаются прекрасные авторские игрушки. Долго, дорого и трудно. Зато второй такой ни у кого не будет. Правда, если разобьется, то и у вас тоже. Такая уж она – хрупкая новогодняя магия.